Встречи с жителями города глава Полевского со своими заместителями и руководителями отделов администрации проводят в еженедельном режиме. Сегодня такая встреча прошла в южной части города. За общим столом, кроме главы города, заместители Дмитрия Васильевича, начальник коммунального предприятия и управления муниципальным имуществом. На прием записались 9 человек и у каждого своя проблема. А вот и первый посетитель, Нинель Праведникова. Для этой пенсионерки поводом для разговора с главой стало желание получить дополнительную собственно земельный участок по улице Ощепково, что в южной части Полевского. Сегодня у Нины Владимировны уже есть земля и дом. Все на той же улице Ощепково. Но ей нужен еще один участок. А кроме этого и общая дорога между этими двумя землевладениями. Ну дайте мне это включаться. Что, жалко, что ли, с неба? Сейчас что? Сейчас заявление напишем, и Дмитрий Васильевич рассмотрит все. Женщине предложено составить письменное обращение к главе и архитектору города. Вообще-то это должно было стать первым шагом, а уже затем запись на прием к главе. Но несмотря на то, что письма на сегодняшний день нет, Дмитрий Васильевич все же рассматривает вопрос Нины Владимировны. На месте же ситуацию комментирует начальник управления муниципальным имуществом. Она обратилась 17 января этого года, имеется в виду, о возможности оформить город по улице Ощепково, чтобы дополнительно, значит, чтобы и получается при этом загораживаться проход с осенним. Соответственно, так как это связано с здравостроительством, мы ей порекомендовали обратиться, прийти на прием к главному архитектору. Да, потому что мы же не знаем, а может, так не может быть. Но она, значит, соответственно, пришла сюда. А для этой женщины и заботливой бабушки встреча с главой города – вопрос жизни. Ее 12-летняя внучка, ученица 6 класса, больна. Нуждается в дорогостоящем лечении. Требуется более полумиллиона рублей на медикаменты. Средства для семьи огромны. Собирают по городу. Дмитрий Васильевич, выслушав, говорит, что обязательно рассмотрит возможность материальной помощи. Затем поручает проговорить эту тему с руководителями городских предприятий. Александр Меремьянин пришел на прием главы сразу по нескольким вопросам. Первый – когда будут произведены работы по газификации улицы Зеленой, что во втором отделении совхоза. 100% то, что не доделали, то и будет доделан. Единственное, ну тут-то нам с вами какая-то будет делаться за счет надбавки в тарифах у газовиков. Вот это и все работы. То есть, я думаю, что там пару месяцев и закончится. Ответ Дмитрия Васильевича о том, что благо цивилизации придет и в дом к Александру Петровичу уже через пару месяцев обрадовал пенсионера. А вот качество продуктов питания в магазинах города пожилых людей все чаще расстраивает. Что там продают в магазине? Какие-то рычаги должны быть? Нет, а там рычаг есть. Вы имеете в виду некачественный что ли товар? Да. Протится жалобу. Лучше всего, если бы вы этот несвежий или просроченный товар предоставили и все. А еще Александр Меремьянин просит обратить внимание главы на то, с каким бюрократическими трудностями приходится сталкиваться больным людям при оформлении группы по инвалидности. Все вопросы, будь это частные или коллективные, обращения записываются, передаются замом, назначаются ответственные. Главный принцип – на каждый вопрос, адресованный главе или его заму, должен быть получен конкретный ответ. Фаина Манникова – представитель жителей дома номер 19 по улице Карла Маркса. Они решили создать в своем многоквартирном доме товарищество собственников жилья. Фаина Григорьевна пришла узнать, с чего начинать и кто им может помочь. Вы, в принципе, можете к нам подойти, мы вам расскажем алгоритм решения, то есть пошагово, что надо делать-то. Вот я за это сделаю. А дальше вы уже, это какой дом у нас получается? 19. 19, это где овощной, да? Да. Вот дальше вы собираете собственников, собственники, чтобы понятно было, это физические лица, у которых квартира находится в собственности, и собственник в муниципалитет у тех жителей, которые проживают по договору социального найма. Я не знаю, сколько у вас там, по сути, и дальше проводится общее собрание, ряд необходимых бумаг, голосование, и говорят – ТСЖ. Фаина Григорьевна поясняет, что есть еще одно желание ее самой и ее соседей – это капитальный ремонт тепла и канализационных сетей, причем в ближайшее время, до того, как дом перейдет от ЮКП в управление собственников. Ответить на этот вопрос сию минуту сложно, говорит глава. Для начала нужно узнать, сколько средств сегодня перечислено жителями дома в Южную коммунальную компанию по статье «Капитальный ремонт». Если они есть, то их достаточно, то тогда ремонт не за горами. Это второй прием главы в новом 2011 году. За прошлый 2010 Дмитрий Васильевич встретился с более чем 350 жителями Полевского, рассмотрел более полутысячи вопросов, ответил на 57 коллективных писем. Чаще городоначальнику задают вопросы коммунального характера. На втором месте по популярности – извечный квартирный вопрос. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.